Музыка Вот когда война началась, немцы пришли, я в детдоме была. И тогда начали собирать, полицаи появились, и эти полицаи начали детей собирать, кто был комсомолец, кто коммунист, взрослые были, шифловцы. И евреев стали собирать. Но евреев он собрал, 12 человек меня прятали, колхозники меня прятали. Вышел он за меня, сам едет на лошаде, а я иду впереди босиком. Люди выходят, лазают, ну что ты, ты нас забыл, что ты едешь. Я впереди лошади иду, а лошадь сидит наверху. Привез он меня обратно в этот детдом же, в этой же деревне. Привез. Все уже комнаты пустые были. Он меня в комнату в эту засунул. И должна я ждать утро. Ну, а ребята, которые остались, говорят, давай мы выбьем окно, убегай. Ну, я бы убежала, если бы я знала, что завтра наши придут. А так, куда я убегу, у меня никого нет. Я говорю, нет, буду, я уже, что будет, то будет, что людям, то и нам. Довез он меня туда, до комендатуры, заходим. А там был только переводчик, а коменданта самого не было. Если бы был бы комендант, то меня бы уже... А переводчик, видимо, тоже наш, свой какой-то. Говорит, ну и что ты хочешь, я справку показала. Что она черная, ну и что, и я черный. Вроде убивать надо. Переводчик говорит, вези, говорит, туда, откуда взял ее. Надо будет, мы вызовем. Ну, этот рад, что меня обратно везет. Повез меня в детдом. Привозит, а тот же полицай встречает. Ему же это не понутру уже. Надо же добить. Ну, и потом директор меня вызвал. Чтоб никто не видел втихую. И говорит, пришло нам сообщение, чтоб мы детей набирали в Германию. Я, говорит, тебя запишу, а вось ты живая останется. Ну, и когда собрали нас детей, я не помню, сколько человек у нас в детдома было. Ну, и на вокзал ведут нас с собаками, с автоматами. Привезли к вагонам, эти вагоны, эти товарные. И мы туда, как те собаки, залезли. Голые, эти, пол, все. Ну, кто где садится, ждет конца своего. Повезли нас в Германию. Везут нас по дороге, останавливаются. А тогда еще поля не все были убранные. Где брюква была, где там это, секла, где чего-то такое. Вот останавливали нас. Может, кто в туалет сходит. И мужиков заставили, чтобы они нарвали вот это, секла, это и брюква, все это. Ну, как свиньям. И нам в вагоны накидали. Вот это мы ели. Приехали в Германию. А там тоже и голод, и холод. Мы строили бараки. Мужики сбивали щиты. А мы стекловату. Знаешь, это, знаешь, вот это стекловату мы таскали в корзинах. А мужики забивали эти щиты. А мы ж не знали, что это за стекловата-то. Все в этом были. Вооруженным силам Украины, что бы вы хотели им передать? Этому правительству, чтоб я хотела свелать. Чтоб людям дали жизнь. Они и так-то страдали у меня. Жизнь надо дать. А ну-ка, сколько сирот осталось, а сколько инвалидов. А ну, надо бы. Сделали тишину. Дали людям в год пожить. Пожилые люди не находят себе места. А ну-ка, каждый раз такое творится. Ложись и думаешь, встанешь-то или нет утром. Сколько можно издеваться над людьми? Сколько можно издеваться? Надо же спокойный какой-то, чтоб был. Сколько тут человеку надо? Сколько ему много, что ли, надо? Ему надо жизнь спокойную. Тем более пожилым людям. Субтитры подогнал «Симон»!» Субтитры подогнал «Симон»!